МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Британии приспущены государственные флаги в память о жертвах нападения в Лондоне. Район Лондонского моста и рынок Боро-Маркет на южном берегу Темзы оцеплен. Эксперты ведут поиск улик. Поздно вечером в субботу трое неизвестных протаранили фургоном пешеходов на мосту, а затем напали с ножами на посетителей баров и ресторанов на рынке. Вооруженные полицейские прибыли на место и застрелили нападавших, личности которых устанавливаются, через 8 минут после первого сообщения, отметил заместитель комиссара полиции Лондона Марк Роули. Мы рассматриваем это как происшествие террористического характера. Следствие ведет лондонское управление по борьбе с терроризмом. Роули добавил, что сотрудник транспортной полиции, вставший на пути нападавших, ранен, но не опасно для жизни. Предметы на телах боевиков, которые были приняты за пояса смертников, оказались муляжами. Фотограф-документалист Габриэль Скиотто оказался на рынке в момент нападения и сделал снимок одного из предполагаемых боевиков. На этих троих было что-то вроде поясов со взрывчаткой. Они не выглядели настоящими, и я, честно говоря, не испугался. Полицейский попытался встать между ними и другими людьми. Похоже, что нападавшие сами не знали, что делают, бежали, преследовали людей. Полицейских становилось все больше. Они окружили нападавших и в какой-то момент застрелили их. Лондонец Джерард спускался с моста, когда увидел окровавленного старика, а потом, как он выразился, трех парней с ножами. Он забежал в какую-то таверну, стал кричать, чтобы люди спасались, и бросать в нападавших бутылки стаканы и стулья. Сотрудник одного из ресторанов описал предполагаемых злоумышленников. Не очень высокие, скорее мелкие, темнокожие, с бородами, возраст от 20 до 30 лет. Мэр Лондона Садик Хан отметил оперативные и храбрые действия полиции и медиков, благодаря которым удалось спасти многих людей. Я возмущен и разъярен тем, что эти трусливые террористы умышленно напали на ни в чем не повинных лондонцев, отдыхавших субботним вечером. Деяниям террористов нет оправдания. Я абсолютно убежден, что мы не дадим им победить и запугать наш город. Консервативная партия приостановила предвыборную кампанию. Премьер-министр Тереза Мэй созвала экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям Кобра. Мировые лидеры высказывают соболезнования в связи с нападением в Лондоне. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Великобританией. Глава правительства сказала, что «сегодня нас всех объединяет не только ужас и горе, но и решимость». Конец цитаты. И подчеркнула, Германия решительно поддерживает Великобританию в борьбе против любых форм терроризма. Солидарность с Соединенным Королевством выражает и Франция. Среди пострадавших от теракта четверо граждан этой страны. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп напомнил согражданам о том, что Великобритания и его страна — союзницы, и призвал людей к спокойствию. «Мы должны оставаться спокойными и чрезвычайно решительными в намерении защитить себя, защитить то, кем мы являемся, какие ценности мы разделяем с Британией. Я говорю о любви к свободе и о приверженности к демократии, которая никогда не ослабеет». Президент России Владимир Путин назвал теракт преступлением, поражающим своей жестокостью и цинизмом. В телеграмме, которую направил премьер-министр Великобритании Терези Мэй, Путин сообщает, что «общим ответом на произошедшее должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с силами террора по всему миру». Президент США Дональд Трамп предлагает Великобритании помощь в расследовании теракта и предотвращении дальнейших нападений. Впрочем, кроме этого, американский лидер позволил себе раскритиковать мэра Лондона Саддика Хана. «По крайней мере, семь погибших и 48 раненых в результате теракта, а мэр Лондона говорит, что нет оснований тревожиться», написал Трамп в Твиттере. А после добавил, «Мы должны перестать быть политкорректными и сосредоточиться на безопасности наших людей. Если мы не поумнеем, дальше будет еще хуже». Конец цитаты. Массовая давка в Турине. Пострадали как минимум полторы тысячи человек. Восемеро из них, в том числе четырехлетний ребенок, находится в критическом состоянии. Накануне вечером футбольные фанаты собрались в фан-зоне на площади Сан-Карло, чтобы посмотреть на большом экране трансляцию матча «Ювентус-Реал». Всего на площади было около 20 тысяч человек. После третьего гола мадридцев в толпе внезапно началась паника. Что стало ее причиной, точно до сих пор неизвестно. Часть СМИ говорят, что кто-то взорвал петарду, которую люди приняли за бомбу. Часть сообщают, что у входа в метро упало металлическое заграждение. Грохот напугал болельщиков, и началась давка. Тысячи людей пытались одновременно пробраться к выходу. Задние ряды напирали на передние. Некоторые люди падали и тут же оказывались под ногами у старающихся протиснуться к выходу. Некоторые успели укрыться в располагающихся на площади зданиях. Сегодня площадь Сан-Карло усеяна потерянными в толпе вещами. С сумками, пакетами, одеждой и обувью. Те, кому удалось выбраться из захваченной паникой толпы, с ужасом вспоминают случившееся. Я услышал этот звук, и все, в голове пусто, а я уже бегу. Бежал, пока не упал. На меня свалился кусок ограды, а сверху по нему и по мне пошли люди. Мне бы оттуда ни за что не выбраться. Но я стал кричать, и меня вытащили двое друзей. Ноги были в крови, и моей, и чужой. Это было жутко. Люди просто идут, бегут, и им все равно, что ты у них под ногами. Со мной такого раньше никогда не было. Я услышал звук, как при взрыве. А потом люди стали падать друг на друга, будто костяшки домино. Я тоже упал. Кто-то наступил мне на руку, кто-то на шею. Сам не знаю, как мне удалось встать. Друзья где-то потерялись. Я нашел брата, вытащил его из толпы, и мы побежали. А вокруг творилось просто какое-то безумие. Все бежали и кричали, они стреляют, они стреляют. Мы потеряли кошельки, ключи от машины. Мы вообще все вещи потеряли. В финале Ювентус уступил Реалу со счетом 1-4. Президент Ювентуса Андрия Ангели пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Представители Ассоциации работников секса Донна Кармен выступают против нового закона о проституции, который вступает в силу 1-го июля. Закон о защите проституции защищает секс работников приблизительно так же, как солнцезащитный крем кожу. То есть практически никак. Вместо защиты власти хотят устроить глобальную проверку самих секс работниц. Цель этого закона – снизить предложения на рынке сексуальных услуг страны. Власти хотят добиться этого, установить тотальный контроль над женщинами. Новый закон предусматривает обязательную регистрацию борделей и работниц секс-индустрии. Кроме того, девушки легкого поведения должны будут регулярно проходить проверки состояния здоровья и предоставлять клиентам бесплатные презервативы. По мнению правозащитников, новый закон нарушает право работниц борделей на неприкосновенность жилища. Ведь по новым нормам полицейские могут в любой момент войти в квартиры ночных бабочек, чтобы проверить, соблюдают ли они закон. Проституцию нужно признать в качестве отдельной профессии. После этого следует, соответственно, классифицировать учреждения секс-индустрии, а их работниц – обеспечить хорошими условиями труда и всеми необходимыми правами. Напомним, в прошлом году Бундестаг проголосовал за закон о проституции. Таким образом, в Германии создали правовую основу для ее легализации. В немецком парламенте считают, что закон создаст основу для борьбы с торговлей людьми и принудительной проституцией. Ауди попалась на фальсификации данных о выхлопах. В Европе насчитывают 24 тысячи автомобилей этой марки с оборудованием, которые занижают данные о выбросах в атмосферу. Половина таких машин ездит по немецким дорогам. Об этом сообщил министр транспорта ФРГ Александр Домбринт. Специалисты обнаружили такое программное обеспечение в дительных автомобилях Ауди А7 и седанах А8, В6 и В8, которые собрали в период между 2009 и 2013 годами. Домбринт заявил, цитата, «Понятно, что эти транспортные средства не могут оставаться в своем нынешнем состоянии и должны быть отозваны». Однако министр пока не сообщил, каким образом будет проходить поиск и изъятие этих автомобилей. Фальсификацию со стороны Ауди в Германии обнаружили впервые, сообщает агентство ДПА. Представители Volkswagen, которым принадлежат компании Audi, Porsche, Seat и Skoda, не прокомментировали заявление Александра Домбринта. Ранний автоконцерн Volkswagen стал фигурантом громкого скандала. Обнаружилось, что немецкий автопроизводитель устанавливал на своих дизельных машинах программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. Чтобы уладить скандал, представители Volkswagen заплатили более 22 миллиардов евро. Эти деньги пошли на уплату штрафов, обмен и выкуп машин с механизмами фальсификации. Около 30 молодых японских инженеров из стартап-компании Cartivator работают над созданием летающего автомобиля. Проект, который поддерживает концерн Toyota, носит название SkyDrive. Он запущен в 2014 году. Первый полет с человеком на борту запланирован на конец 2018-го. Ныне существующая модель сумела оторваться от земли и продержаться в воздухе несколько секунд. Глава Cartivator Субаса Накамура говорит, что новое транспортное средство предназначено в первую очередь для городов с плотной застройкой. Мы ставим цель создать самый маленький летающий автомобиль в мире, способный перемещаться повсюду. Чем меньше он будет, тем больше мест, куда на нем можно будет долететь. Ему не потребуется парковка, и он пригодится в тесных городских районах Японии и Юго-Восточной Азии. Аппарат приводится в действие электрическими двигателями. В прошлом месяце Toyota выделила разработчикам летающего автомобиля 380 тысяч долларов. Накамура и его коллеги продолжают совершенствовать конструкцию, надеясь на дальнейшие инвестиции. Они рассчитывают, что коммерческое производство начнется не позднее 2025 года. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова